Резкие перепады температур, которыми так богат этот январь, дают знать себе повсеместно. Опасности подстригает водителей на заснеженных дорогах, пешеходов на скользких тротуарах и не только. О последствиях быстро меняющейся погоды мы регулярно рассказываем в наших выпусках. Сегодня сюжет об еще одной стране. Как капризы природы осложняют жизнь метеочувствительным людям и медработникам, и как с этим справляться. Равиль Шарафудинов поступил в больницу в понедельник. Основные жалобы – боли в области сердца, головная боль, слабость и высокое давление. Мужчина отмечает, что в этом году состояние его здоровья ухудшилось. Считает, что во многом это связано с резкими изменениями погоды. Вот как погода и так меняется, и тут все начинается поменять. Тут давление то снижается, то этот поднимается. Вот мухи иногда вот с этого. Не знаю, как быть. Вот поэтому приходим сюда, лечиться как бы так. И таких метеозависимых в набережных Челнах немало. Только за три дня в отделение кардиологии городской больницы номер 5 поступило 70 пациентов. Палаты переполнены, а количество больных только возрастает. Такая же ситуация и в неврологическом отделении. От скачков температуры и атмосферного давления чаще страдают пожилые. Эти пациенты чаще всего начинают жаловаться на подъем артериального давления. Начинаются скачки периодически до высоких цифр. Даже иногда на фоне приемов лекарственных препаратов. Жалуются на боли в сердце. То есть все заболевания, которые они имеют, начинают обостряться. Неустойчивая погода чревата серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Во время магнитных бурь увеличивается число инфарктов и инсультов. Обостряются в этот период и многие хронические заболевания. Я лечусь периодически. Меня госпитализируют, когда ухудшение происходит. Особенно ухудшение месяца два тому назад началось. Когда меняется погода, меняется и здоровье меняется. И боли начинаются в ногах, например. Так и давление меняется. То высокое, то ниже сразу. Даже в день может несколько раз смениться давление. Врачи рекомендуют метеозависимым людям не забывать регулярно принимать лекарства. В свою очередь синоптики прогнозируют выходные дни похолодания. Людям с ишемической болезнью сердца лучше остаться дома. Нахождение на холоде может привести к стенокардии.